Уток, насколько я понимаю сегодня, формировался как ресурс, который в какой-то степени призван помочь сетевикам, дистрибьюторам разных компаний, понять, как работает вообще эта индустрия. Я собираюсь, и насколько мне позволяет моя подготовка, мозги и уровень знаний, делиться каким-то опытом, какими-то знаниями, кому-то помочь вдохновиться, смотивироваться, кому-то указать на ошибки. Я делаю это, опираясь на свой личный опыт. У меня опыт разный, и хороший, и позитивный, и негативный. Но это же опыт, это же ценность. И я бы хотел, чтобы люди знали это, чтобы они получали реальную выгоду. Заходя на этот блог, они должны, мне так хочется, чтобы вы, люди, партнеры, дистрибьюторы разных компаний, получали хоть какую-то пользу, хоть мизерную. Еще один опыт, еще одного человека, человека, который долгие годы не преуспевал, а потом взял и начал зарабатывать несколько тысяч долларов в день, построив 40-тысячную организацию. Вот и все. Который работал в трех компаниях, у которых есть с чем сравнить. И я иногда касаюсь острых тем, но это жизненно необходимо для нас. Если мы будем обходить острые углы, если мы будем замазывать проблемы, которые существуют в этой индустрии, то я, во всяком случае, буду себя чувствовать неудовлетворенным. Я же к тебе на блог заходил. Почему ты, зная это, мне не рассказал? Почему ты не сказал, что есть компании, в которых могут меня обмануть? Я бы тогда правильно выбрал компанию. По каким признакам можно понять, что в этой компании нет смысла хотя бы что-нибудь делать? Как понять, где хорошая компания, где плохая? Как понять, работает этот метод, который мне спонсор предлагает, и не работает, или не работает? Как совмещать интернет и офлайн бизнес? Как разговаривать с людьми? Короче говоря, море разных тем, проблем, вопросов, которые надо бы знать. И я знаю, что лучший способ – это услышать чью-то историю. Потому что учебный, фактический материал, но человек не воспринимает так, как хотелось бы. Никто сегодня не хочет ни читать, ни служить за унывные лекции. История. Но я не хочу превратить свой ресурс в рупор для обиженных, оскорбленных. Я не хочу, чтобы через мой блог в мир отправлялась желчь, яд, злоба, ненависть, презрение. Нет, я этого не буду делать. Грязь. Я хочу чистых отношений. Я жажду заботиться о людях. И хочу, чтобы наше место, где мы общаемся, было чисто. По этой причине я не допускаю и убираю разные материалы, если они вдруг служат катализатором для возбуждения злобы и ненависти. Повторяю, я не рупор для обиженных. И я не стану аккумулировать негативную энергию и объединять недовольных. Я от многих вещей не в восторге, но обид не держу ни на кого. Я всех давно простил. Я всех люблю, всех уважаю, кто заслуживает этого. И всем желаю удачи и успеха. Будем двигаться дальше. У нас очень много новостей. Много хороших, радостных известий. Хотели бы вы узнать о радостных известиях? О своей пользе? О своих будущих грандиозных успехах? О своих сверхдоходах в ближайшее время? Хотели бы? А не вот здесь, ниже. Жми и заходи.